Приветствую друзья! Сегодня я приберег для вас нечто эдакое. Достаточно мощный мобильный ЦАП с балансным и обычным выходами от безусловного монстра звука компании Дуну. Очень любопытный девайс с дизайном в стиле Кибертрак. Собственно о нем и говорим. Поехали! Поставляется аппарат маленькой картонной коробки, выполняющей еще и функцию инструкции. На ней мы находим схематичное изображение самой модели, стирающийся слой проверки подлинности и перечень основных технических характеристик. В комплект же нам приложили переходник с Type-C на классический уже USB разъем и небольшой матерчатый Type-C кабель. Впрочем, бывает еще и Lightning версия, куда прикладывают сразу оба вида кабеля. Корпус у ЦАПа небольшой, металлический, чем-то напоминающий Кибертрак. С верхней части у него окно, где светодиод освещает плату устройства, а снизу еще одно окно, но уже без подсветки. По торцам же здесь располагаются Type-C вход и два выхода. Балансный пентакон 4.4 мм и обычный небалансный джек на 3.5 мм. Потребляет девайс средний. На 5 вольт приходится целых 0.143 ампера, что на 30% больше, чем у конкурентов с аналогичной же выходной мощностью. Из разрешения нам доступны максимальные на сегодня PCM до 32 бит 768 кГц и DSD до DSD 512. Декодирование МКИ здесь не поддерживается. Греется аппарат, будь здоров, в паузах я слышу абсолютную тишину, ну и гарнитура, как и всегда, не поддерживается. Из начинки нам известен довольно-таки неплохой современный конвертер ES9038Q2M от компании ESS и специально созданные для данного производителя операционные усилители Ricor RT6863 в количестве двух штук. Что вкупе дает выходную мощность в 200 мВт на балансном выходе и 100 мВт на обычном джеке 3.5 мм в пересчете на 32 Ома нагрузки. Для наушников этого вполне достаточно, причем как для различных внутриканальных, так и большинства полноразмерных моделей, с исключением чего-то совсем уж тугого или изодинамического. Громкости здесь также с огромным запасом, в редких случаях выкручивал ее на треть. Никаких драйверов на официальном сайте для DTC500 я лично не нашел, как и обновление прошивки от того использования его со старыми системами Windows под огромным вопросом, а поддержки ASIO попросту нет. А значит придется довольствоваться встроенным Windows функционалом в SAP, благо в эксклюзивном режиме он ну очень хорош и нисколько не уступает, упомянутому ASIO. Под Android и iOS SAP тоже работает, причем на всех приложениях и сервисах, включая так называемый BitPerfect режим. Ну и особый бонус это поддержка прямого доступа к аппаратной громкости, например в плеере Hibe Music. Так можно выжать из девайса все, на что он в принципе способен по железу. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц балансного и обычного выхода на АЦП Evanda Cosmos, где за исключением АЧХ и гармонических искажений получил все значения в состоянии отлично. Причем к АЧХ тут тоже вопросов нет, там вполне допустимое отклонение на полдецибела на 20 кГц. А вот гармонические искажения меня несколько озадачили. Конечно ничего критичного, но первая гармоника имеет довольно-таки серьезный вес, а суммарное значение в процентах составляет незаявленный производителем 80-100 тысячных, а все 199-100 тысячных. При этом шумовая полка здесь на минус 157 дБ, отличный динамический диапазон и интермодуляционные искажения на уровне минус 100 дБ. Да, и тут играет та самая первая гармоника. С небалансного выхода результаты получились незначительно хуже за исключением взаимопроникновения каналов, которые в силу своей природы на небалансном подключении всегда выше. Суммарно же нормальные результаты, лично меня в них все устраивает. Звучит же DUNA DTC500 прямо сверх четко, ярко и крайне агрессивно, с сильным акцентированием нюансов и довольно хлипким в плане массы тела. То есть упор делался на скорость, хлесткость и передачу даже самых мельчайших нюансов звукоизвлечения, что тут же подтягивает высокого уровня разделения и максимальную техничность в подаче материала. Однако есть в том и недостаток. Звучит это довольно таки ярко, что очень утомляет слух. Разнообразному року, металлу, всякой скоростной электронике такое конечно будет только в плюс. А вот для джаза, этнической и, например, академической музыки уже серьезно не хватает тембрального объема, глубины, насыщенности и вообще всего, что свойственно живому исполнению. Слушать, конечно, здесь можно все, но наиболее оптимален данный ЦАП именно для электронных и электрических жанров. И то, если вы нормально относитесь к яркости на верхах. Где-то слышал байку, что DUNA свой DTC500 полностью скопировала с модели Colorfly CDA M1. Однако по измерениям Colorfly имел просто превосходные результаты по всем пунктам, чем, к сожалению, не может похвастаться DUNA. Ну и по звуку, середина у Colorfly была намного медленнее и вальяжнее, чем сильно контрастировала с довольно быстрыми и яркими высокими частотами. Здесь же я лично такого не заметил. DUNA в одном ключе отрабатывает весь частотный диапазон, просто по-разному его акцентируя. Не скажу, что из этого лучше, просто разные подходы или отличия в обвязке конвертера. Я лично люблю совсем иначе приготовленный звук, отчего склоняюсь даже к более дешевому ECO ETM02. Уровень там, конечно, тоже далеко не топ, однако лучше рисуются вокальные партии и идеально выдержан баланс. Но все это, повторюсь, уже вкусовщина. Здесь важно понять, что DTC500 это скорее про скорость и драйв, чем про насыщенность и ясность. Разбирая по частотам, тут в меру глубокий и очень хлесткий бас, несколько нейтральная с просто шикарной прорисовкой середина и явно подсвеченные, даже немного злые верха. Поэтому из наушников я бы подбирал что-то теплое и динамическое, ну или не сильно дешевые гибриды с арматурой от Sony. С планарами звук будет скорее всего на любителя, хотя смотря какая модель. А вот бюджетные многодрайверные чисто арматурные модели точно будут выносить мозг. Впрочем, и на такое есть свои ценители. Любопытный, без сомнения, звуковой почерк, но лично я от Дуну ждал совсем другого. С лучшей трехмерностью и подчеркнутой музыкальностью. Но имеем, что имеем. Рокеры и электронщики это для вас. Ценителям акустической музыки я бы рекомендовал присмотреться, например, к Shanling UA3. Вот там, хотя и не будет такой отработки на скорости, зато вы получите максимально живое выразительное звучание. Каждому, как говорится, свое. Итогом, мобильный ЦАП Дуну DTC500 лично меня порадовал оформлением в стиле кибертрак, подсветкой внутреннего содержимого корпуса, высокой выходной мощностью, позволяющей раскачать подавляющее большинство современных наушников и просто мега подробной и четкой прорисовкой всего музыкального полотна. Получился прямо яркий хлесткий звук с уклоном в техничность и разрешение. В минусы отмечу характеристики, которые на поверку оказались куда ниже заявленных. Ту самую яркость звучания и несколько бедную в плане массы середину. Взрослым такой звук точно не назовешь, поскольку он хотя и чистый, но с явно выраженным эффектом экрана. Зато среди новичков такое залетает на ура. Есть от чего словить вау-эффект и просто масса возможностей услышать что-то новое в додыр в заслушанных композициях. Любители всего тяжелого и агрессивного останутся в полнейшем восторге. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП, ДУНУ, DTC500. Всем добра, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там куча всего интересного. Собственно, пока. Продолжение следует...